МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Вот и последняя страница. Закрыли ваши дневники. Теперь девчонки-выпускницы, а мальчики-выпускники. Последний звонок. В Зареченских школах прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. На мой взгляд, последний звонок – это самый трогательный праздник в школе. И он не сравнивается даже с выпускным по эмоциям, которые здесь присутствуют. Всегда на страже. Войсковая часть 34-73 отмечает 65-летний юбилей. За это время пройден действительно легендарный путь. История становления полка неразрывно связана с развитием ядерной отрасли, разработкой атомного оружия. Ровесница Заречного. Городская библиотека отметила 65-й день рождения. Символично и мудро было сделано, что библиотека появилась в один год с образованием нашего города. Это говорит о значимости библиотеки в культурной жизни города. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном официально завершился учебный год. Последний звонок прозвенел для 177-11-классников и 429-9-классников. Торжественные линейки прошли во всех семи школах города. Вот и последняя страница. Закрыли ваши дневники. Теперь девчонки-выпускницы, а мальчики-выпускники. Лимит звонков закончился. А это значит, что для выпускников Зареченских школ уроков больше не будет. 11-классники выходят на свою последнюю торжественную линейку, чтобы проститься со школой и вступить во взрослую жизнь. Вам предстоит выбрать жизненный путь. И на этом жизненном пути, я надеюсь, вы никогда не совершите ошибок. Грусть, расставание со школой, трогательные слова на путстве и благодарности, непременной составляющей последнего звонка. Праздника, на котором хочется и радоваться, и грустить. На мой взгляд, последний звонок – это самый трогательный праздник в школе. И он не сравнивается даже с выпускным по эмоциям, которые здесь присутствуют. Ребята действительно выходят, у них наступает новая пора, наступает экзаменационная сессия, когда они в своей жизни сдают первые экзамены, от которых действительно зависит дальнейшая жизнь. Не сдерживают эмоции родители. Вместе со своими детьми они прошли весь школьный путь. И теперь мама и папа испытывают одновременно и гордость, и грусть, глядя на так быстро повзрослевших сыновей и дочерей. Удивительно, что так быстро пролетели эти годы, что уже заканчивает ребенок девятый класс. И кажется, вот совсем недавно, только я стояла на этой линейке, вот вспоминаю вот этот вот зонтик, около которого мы фотографировались в начальном классе. И удивительно, что так быстро. 429 зареченских девятиклассников завершают в этом году курс основного общего образования. Кто-то продолжит обучение в профессиональных учебных заведениях, кто-то вернется после летних каникул в школьные классы. А вот 177-11 классников покинут свои школы навсегда. Но у каждого останутся в памяти года, проведенные за порты. Больше всего будут скучать по учителям и по одноклассникам. Они были очень отзывчивые, позитивные. Вот, за это им респект большой. По одноклассникам, по времени, проведенному с ним, по урокам, на которых мы просто веселились, как мы там передавали шпаргалки друг к другу, списывали, вот это вот все. И завершая этот торжественный и немного грустный праздник, выпускники танцуют вальс, после чего звучит тот самый последний школьный звонок. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Войсковая часть 3473 отмечает юбилей. 65 лет назад был взят под охрану особо важный государственный объект. Приборный завод номер 1134, он же почтовый ящик 46, а также строящийся вместе с предприятием «Город». Оба этих объекта, расположенных под Пензой-19, вплоть до 1991 года, были совершенно секретными, и само упоминание о них было строжайше запрещено. В новейшей истории России завод стал известен как Пензенский приборостроительный завод, впоследствии производственное объединение «Старт», а город назывался Пенза-19, а затем «Заречный». Особо важным государственным объектом завод и город остаются и по сей день, а их охрану по-прежнему несут военнослужащие войсковой части 3473. С выноса государственного флага и боевого знамени полка началась торжественная церемония, посвященная юбилею войсковой части 3473. Подразделению исполнилось 65 лет. 24 мая 1958 года был подписан приказ об охране построенного на территории Пензенской области оборонного завода. После прохождения подготовки военнослужащие прибыли к месту постоянной дислокации. Это произошло 1 декабря 1958, а 17 декабря уже были выставлены на посты первые часовые. С тех пор войсковая часть 3473 неразрывно связана с градообразующим предприятием и «Заречным». За это время пройден действительно легендарный путь. История становления полка неразрывно связана с развитием ядерной отрасли, разработкой атомного оружия, созданием лабораторий и заводов оборонно-промышленного комплекса нашего государства. В тяжелых условиях после военного времени начинал службу личный состав вновь спортированного воинского коллектива. Сегодня военнослужащие охраняют не только производственное объединение «Старт», но и весь город. Они находятся в постоянной готовности, отрабатывают свои навыки на ежедневных тренировках и занятиях. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие. На этапе подготовки кинологи и минно-розыскные собаки проводят проверку и ищут взрывчатые вещества. А специалисты с патрульно-розыскными животными контролируют городской периметр, чтобы не допустить проникновения посторонних на территорию Заречного. За последние три года военнослужащие задержали более 500 нарушителей пропускного и внутриобъектового режима. Одной из важнейших задач полка является охрана важных государственных объектов. Именно эту задачу вы и выполняете, охраняя предприятия и город. И я от лица всех Зареченцев выражаю вам благодарность за то, что наши жители могут спать спокойно. Мы всегда с вами идем нога в ногу и вот та помощь, которую вы оказываете, мы оказываем, она совместна. Мы всегда рады видеть вас стройными, подтянутыми, доброжелательными. Потому что бывают периоды, когда человек идет на предприятие, отработав сверхурочно, не в настроении. И даже в этот момент мы видим, что отношения нормальны. За 65 лет в войсковой части 3473 сменилось не одно поколение добросовестных военнослужащих, офицеров и талантливых командиров. Традиции несения службы, заложенные еще первыми руководителями, передаются и молодежи. Особые слова признательности ветеранов за добросовестную и честную службу. Многим из них пришлось выполнять свой воинский долг, непростое для нашей страны время. Но они сегодня остаются в наших рядах, передавая бесценный профессиональный опыт молодому пополнению. Честно, да более приятно стало, когда вносили боевое знамя в воинские части. Ведь только в войсках национальной гвардии остались боевые знамена. Пожалуйста, храните, будьте ему верны, будьте достойны части этого боевого знамени. В рамках торжественного собрания состоялась церемония награждения. Военнослужащие получили поощрение от командования, а также благодарности губернатора Пензенской области, почетные грамоты главы Заречного и генерального директора производственного объединения «Старт». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Свой юбилей войсковая часть отметила широко. В гости были приглашены все жители Заречного. Центральная городская площадь временно превратилась в военный плац, площадку для тренировки спецназа и сцену, где выступил ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск, в Национальной гвардии Российской Федерации. На площади Ленина звучит музыка. Оркестр войсковой части 34-73 открывает праздник, посвященный 65-летию подразделения. Как и город, войсковая часть ведет свою летопись 1958 года. 1 декабря на станцию «Селикса» прибыл эшелон с военнослужащими с города «Электросталь», потому что часть была сформирована в городе «Электросталь» Московской области. Были расселены в двух бараках на 58-м квартале, а 17 декабря, 1 декабря появились, а 17 декабря были уже выставлены первые часовые. История войсковой части неразрывно связана с историей Заречного, поэтому юбилей подразделения отметили с размахом – большим общегородским торжеством, на которое пригласили всех зареченцев. Настоящим украшением праздника стало дефиле «Барабанщиц». Поздравить зареченских военнослужащих и всех горожан приехали гости из Сарова. Вслед за военными оркестрами на главную площадь Заречного вступили бойцы роты почетного караула филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. А затем центральная площадь города превратилась в тренировочную площадку. Бойцы взвода специального назначения продемонстрировали зареченцам свое мастерство как в рукопашном бою, так и в задержании злоумышленников. Бойцы, я тебе верую! Беснец! Беснец лучше! Нет! Беснец лучше! Беснец лучше! Праздничный вечер продолжил ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Участники ансамблю удивили зареченцев разноплановым и разножанровым репертуаром. Сень заколиная, мылись здесь, пока плава не есть, выходим. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». И еще об одном юбилее. 65 лет назад в строящемся городе открылась первая библиотека. Она размещалась в одной из квартир жилого дома на проспекте Мира-14. За шесть с половиной десятилетий своей работы городская библиотека несколько раз меняла адрес, но неизменным оставалось желание ее сотрудников приобщить к чтению подрастающее поколение, объединить тех, для кого чтение – образ жизни. Слушайте, братцы, строго. Что, опять одесский сад? Я споткнулся по дороге, а бегущий пляж. В этих забавных гномах легко узнать начальника Департамента культуры и молодежной политики и представителей других учреждений культуры «Заречного». В таких необычных образах они пришли на юбилей Центральной городской библиотеки. В этом году учреждению исполняется 65 лет. Центральная городская библиотека – ровесница «Заречного». Символично и мудро было сделано, что библиотека появилась в один год с образованием нашего города. Это говорит о значимости библиотеки в культурной жизни города. Это говорит о том, что библиотека является и центром просвещения, и центром знаний. В библиотеку люди идут для того, чтобы получать не только знания, но и общаться друг с другом. Сначала библиотека находилась в квартире жилого дома номер 14 по проспекту Мира. Тогда книжный фонд насчитывал около 2500 изданий. Потом учреждение культуры неоднократно меняло адрес. Одно время библиотека располагалась даже в здании, которое сейчас занимает телерадиокомпания «Заречный». Шло время, увеличивались фонды, приходили новые читатели. Но одно оставалось неизменным. Сотрудники библиотеки всегда были хранителями знаний, теми, кто может повлиять на формирование и становление личности. Это не просто люди, выдающие книги. Это порой и воспитатели, философы, психологи. Именно они несли частичку знаний в душе наших горожан. Современность заставляет библиотекарей осваивать новые компетенции, развиваться и идти вперед. В век цифровых технологий и интернета центральная городская библиотека остается местом притяжения для зареченцев. Здесь создаются клубы и объединения, а сами сотрудники давно уже освоили онлайн-пространство. Желаю не только работникам, сотрудникам библиотеки, но и всем читателям успехов. Ведь книга – это окно в мир познаний, возможностей, саморазвития. В свой праздник сотрудники библиотеки не только принимали поздравления и подарки, но и сами вручали награды. На торжественной церемонии подвели итоги турнира по скорочтению на кубок главы Заречного «Читай на время, читай за наших». В нем приняли участие 28 команд. Свои силы попробовали школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций. Победителями возрастной категории от 14 до 18 лет стали ученики лицея номер 230. Среди взрослых звание самых быстрых чтецов завоевали педагоги школы номер 225. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Телерадио, компания «Заречный». В Зареченском лицее уроки ведет лучший педагог физической культуры 2023. Победителем одноименного конкурса профмастерства стал учитель Ирина Елизарова. За 34 года педагогического стажа Ирина Борисовна неоднократно становилась призером городского фестиваля конкурса «Педагогический фейерверк». Была призером муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», победителем четвертого национального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia. Удостоена гранта президента России. И вот теперь еще одна заслуженная награда. Профессиональные состязания проводили Министерство образования Пензенской области и Институт регионального развития Пензенской области в заочной форме. В конкурсе приняли участие 54 педагога. Учителя физической культуры образовательных организаций состязались в шести номинациях. Преподаватель физкультуры Зареченского лицея номер 230 Ирина Елизарова завоевала победу в номинации «Мастерство. Путь к совершенствованию». Высокое мастерство зареченских учителей – залог успеха их учеников. В образовательных учреждениях города педагоги ведут систематическую работу по приобщению подрастающего поколения к физкультуре и спорту как на уроках, так и во внеурочное время. Свои достижения детсадовцы и школьники демонстрируют на городских спартакиадах. Эти традиционные состязания проходят в течение всего учебного года. Ребята выступают в различных дисциплинах, показывая всестороннюю подготовку. Подробнее о программе «Спартакиад», как о части системы приобщения юных горожан к здоровому образу жизни, расскажет медадист информационно-методического центра системы образования города Заречного Ольга Броськина. Смотрите актуальное интервью сразу после рекламы. Засыпать и просыпаться под шум листвы и птичьи трели, и при этом пользоваться всеми удобствами городской жизни. Такую уникальную возможность предоставляет термодом. Новый проект строительного холдинга – жилой квартал «Лаймпарк». Таунхаусы в экологичном районе в окружении лиственного и соснового лесов – это фактически дом по цене квартиры. То есть вы приобретаете не только жилые квадратные метры, но еще в вашем пользовании будет земельный участок, на котором вы можете отдыхать по своему усмотрению, а также собственное парковочное место. Дома уже построены и ждут жильцов. Стильные домики под черепичными крышами на 2, 3 или 4 квартиры – воплощение домашнего тепла и уюта. Площадь жилья от 80 до 100 квадратных метров. Сейчас мы с вами находимся в квартире площадью 90 квадратных метров, и мы находимся на первом этаже. Здесь на первом этаже располагается большая кухня-гостиная, здесь же небольшая прихожая, санузел общий и лестница на второй этаж. Также из кухни-гостиной у нас есть выход на внутренний дворик и на небольшую террасу. На втором этаже размещены две спальни с балконами и просторный санузел с окном. Помимо двух жилых этажей в каждой квартире имеются техподполье и чердак. Вода и газоснабжение, а также канализация здесь централизованные. Подогрев воды и отопление индивидуальные. Каждая квартира оборудована газовым котлом. За четверть века работы термодом стал надежным гарантом высоких стандартов строительства. Жилые комплексы холдинга – это не просто квартиры, а уникальные благоустроенные пространства, обеспечивающие высокое качество жизни. Таким будет и развивающийся лайм-парк. У нас появятся еще дополнительные места для досуга всех жителей комплекса. Это и детские, и спортивные площадки, какие-то зоны для тихого отдыха. И, соответственно, за этим мы всем обязательно будем следить. То есть наши покупатели, они, наверное, на протяжении всего проживания в наших жилых комплексах остаются с нами на связи. Лайм-парк – это преимущество жизни на лоне природы в сочетании с городским комфортом. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, школы, детсады, магазины. Приобрести квартиры в лайм-парке можно как за наличный расчет, так и в рассрочку или в ипотеку. Термодом предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту и минимальные процентные ставки. Более подробная информация по телефону 28 28 20 или в офисах компании Термодом. Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Достойная заработная плата. Пенсионное обеспечение. Социальные гарантии. Служба по контракту. Твой выбор. «Росатом» представил самый большой в России 3D-принтер промышленной печати. Формирование команд на чемпионат «Атомскилз-2023». В Венгрии отметили день атомного города Пакш. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях методист информационно-методического центра системы образования Заречного Ольга Аброскина. Добрый вечер. Здравствуйте. Ольга, сегодня в школах прозвенел последний звонок. Ученики и учителя подводят такие предварительные, еще до сдачи экзаменов, предварительные итоги учебного года. Хотелось бы теперь вместе с вами подвести итоги спортивного учебного года. То есть вот скажите, пожалуйста, как в этом году, мы сейчас говорим, конечно же, не об оценках по физкультуре, мы говорим об общегородских таких вот мероприятиях, которые связаны с дошкольниками и школьниками. Вот расскажите о том, каким же был спортивный учебный 2022-2023 учебный год. 2022-2023 учебный год был очень насыщенным спортивным мероприятием. Нам в полной мере повезло провести три спортакиады. Это спортакиада дошколята, малая спортакиада и 58-я спортакиада дошкольников. Ольга, вот спортакиада дошколята, по-моему, самая молодая из всех этих спортакиад, да? Они наравне с малой идут. Девятая в этом году была и та, и другая. Но городская спортакиада школьников уже более полувека ей. 58-я в этом году закончилась. Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, каковы же успехи? Вот если проследить некую тенденцию, да, на протяжении последних лет, ребята стали более физически подготовлены и выносливыми, или же все-таки нужно еще побольше уделять внимание физической культуре? Вот если говорить об этом спортакиад, то каковы они? В физической культуре всегда нужно уделять большое внимание, потому что это здоровье наше в первую очередь. А итоги в этом году у нас очень удивительные. У нас первый раз в малой спортакиаде лидером стала 220-я школа. Детский сад 15 у нас стал, но он уже у нас лидировал. В том году просто у нас 16-й был, в этом году у нас 15-й лидирует. Очень большое спасибо хотелось бы сказать педагогам именно этого детского сада, потому что детки у них с отклонениями, но они находят возможность с ними заниматься и показывать шикарные результаты. И 22-я школа у нас в 58-й спортакиаде подтверждает вновь свое лидерство. А каковы же вот все-таки результаты? Можно ли проследить о том, лучше они становятся в течение, ну, протяжении вот нескольких лет, хуже, вот что? Самое главное, наверное, возрастает интерес к физической культуре и к занятиям спорта, потому что дети стремятся участвовать в спортакиадах, в соревнованиях, просятся, приходят родители смотреть, особенно это дошкольники и малые спортакиада. Здесь очень важно, конечно, участие родителей. Много занимаются дома, по словам инструкторов по физической культуре. Поэтому, конечно, тенденция к любви, к физической культуре, к спорту растет. А результаты каковы? И результаты растут. Потому что из года в год, если анализируя результаты спортакиад по отдельным видам, то дети улучшают. У нас появляются новые результаты лидирующие, которым хочется стремиться их повышать и показывать еще больше. Ольга, скажите, пожалуйста, а все-таки к какому виду спорта больше любовь, скажем так, проявляют школьники? Это плавание, легкая атлетика? Что? У нас абсолютно разнообразные спортакиады. У нас есть и плавание, у нас есть и легкая атлетика, у нас есть спортивные игры, у нас есть пионербол у младших школьников, футбол есть у младших школьников, у дошкольников у нас есть элементы игр, это как броски баскетбольное кольцо. То есть здесь уже нужно смотреть, потому что в отдельных видах одни дети участвуют, в других видах другие дети участвуют. Ну как, в принципе, наверное, это и должно быть. Ребенок, конечно, может быть уникальным, который участвует везде. Многоборец. Многоборец, да. Но в каком-то виде он все равно покажет наиболее высокий результат. Но вот с большей, скажем так, любовью дети к чему склоняются? Все-таки для них игра пока еще как школьники, ну естественно, что это физическое развитие, спортивные игры, или все-таки это не командный вид спорта, а, скажем там, я не знаю, легкая атлетика или плавание, где индивидуальные результаты важны? Наверное, здесь все. Ну у дошкольников, конечно, в первую очередь это игра, детям очень нравится играть, но в спартакиаде у нас вот только один игровой вид спорта, это элементы баскетбола, броски, баскетбольное кольцо. Остальное все у нас более индивидуально, но есть командный вид, это веселые старты. И в малой спартакиаде он есть, и у дошкольников есть. И ребята очень любят веселые старты, потому что это, конечно, азарт в первую очередь, в вторую очередь это достаточно большой труд, потому что там нужно очень концентрироваться на выполнении именно заданий, это координация, ну и по скорости. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот в чем большая заслуга того, что ребята сейчас проявляют, ну большой интерес, по вашим словам, к физической культуре, к занятию спортом и физкультурой, это все-таки родители, семья или это система образования, или это индивидуальная работа педагогов? Это все в совокупности. Конечно, это и интерес родителей, который повышается, когда они видят, что дети участвуют в соревнованиях, показывают результаты, занимают места, это интерес ребенка от этого повышается, потому что, ну, все спортсмены любят, когда получают заслуженные награды и показывают хорошие результаты. Ну и, конечно, это педагоги, которые занимаются индивидуально, потому что детей под каждый вид набирают индивидуально, с ними работают уже под каждый вид, потому что, я говорю, уникальные дети есть, но обычно это дети, которые индивидуально подбираются на каждый вид, делаются отборы, потом уже с ними непосредственно работают. Я знаю, что у дошкольников даже есть домашнее задание. Ого! Ольга, скажите, пожалуйста, вот проведение вот этих вот спартакиад, насколько действительно важно? Это вот не некое такое вот, ну, я не знаю, мероприятие для галочки, да, когда все вышли и все, понятно. На уроках физкультуры там оцениваются определенные физические данные, физическая подготовка каждого ученика, там за это ставят отметки. А здесь, спартакиада, действительно ли это, ну, важное мероприятие, которое так и стоит в будущем продолжать? Или это, ну, вот такое, скажем так, мероприятие для галочки? Нет, конечно, важное мероприятие. Во-первых, это важно то, что есть система в этих мероприятиях. Они начинаются от дошкольников и заканчиваются уже выпускниками 11 класса. Ну, и, конечно, это важно из-за того, что на уроках физкультуры мы просто показываем результаты, сдаем нормативы. А здесь у нас уже присутствует соревновательный дух, присутствует азарт. Это совершенно другое. То есть дети здесь показывают в большей мере свои возможности физические. Что они могут? Но ведь есть же спортивные секции, да? Можно туда ходить и там ездить на соревнования. А здесь? Я согласна. Спортивная секция, она настроена на один вид. Если ребенок успевает, конечно, несколько секций, это очень хорошо, это здорово, замечательно. Но когда уже идет возраст такой, что дети должны ставить выбор, потому что времени не хватает на все, остается все равно один вид спорта. А здесь возможность ребенка проявить себя в нескольких видах спорта. Это может быть и плавание, это и спортивные игры, это и легкая атлетика. То есть здесь ребенок в полной мере себя показывает. Вот скажите, а вы заметили улучшение, скажем так, результатов после того, как вот, ну почти 10 лет уже прошло, у нас появились спартакиады до шкалята и малые спартакиады для младших школьников. То есть видно на результатах уже более старших детей, когда они переходят в следующую возрастную группу и принимают участие в традиционной городской спартакиаде школьников, виден ли прогресс. То есть не стало ли это некой вот такой вот ошибкой, что вот и дошколят спартакиада, и младшие школьники спартакиада? Ошибкой это, конечно, не стало, потому что дети, когда, например, переходят с малой спартакиады уже во взрослую спартакиаду, сами учителя уже знают, на что ребенок способен, и они стараются поддержать, развивать эти способности. Дальше неважно, в пятом классе ребенок, в восьмом соревнуется он. Есть категория у нас пятой-восьмой классы, девятый-одиннадцатый класс. То есть ребенок, начиная с пятого класса, входит в этот темп, конечно, к восьмому классу у него будет уже совершенно другой результат. Есть, конечно, будет желание ребенка. Обычно после малого спартакиада желание детей есть участвовать дальше, чтобы они были в команде и бороться за победу в школу. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот в следующем году, ну, может быть, в какой-то ближайшей перспективе, планируется ли вносить какое-то разнообразие вот в программу этих спартакиад? Или все остается по-прежнему? Я думаю, что все останется по-прежнему, потому что в этом году мы уже внесли в малую спартакиаду и дошколято это соревнования по скиппингу, которые у нас стали дополнительным видом спорта и в одной, и в другой спартакиаде, и они у нас проходили как фестиваль. Там были совершенно другие нормативы, требования, детям это очень понравилось, я думаю, на следующий год мы оставим такой способ проведения. Ну, скиппинг, напомню, это прыжки через скакалку, то, чем мы в детстве занимались. Да, чем мы в детстве занимаемся, да, помогает нам в этом федерация скиппинга, мы с ними сотрудничаем, поэтому достаточно ярко и азартно получилось провести этот фестиваль. Ольга, ну и в завершении, в следующем году спартакиады будут? Будут, обязательно. То есть сейчас уже идет подготовка к этому? Сейчас конец учебного года, мы прорабатываем все программы, просматриваем все результаты, анализируем, конечно, подготовка начинается и с сентября месяца мы приступим вновь. Ну что ж, победители все спартакиад мы назвали, подвели такие, опять же, скажем, предварительные итоги года, потому что спартакиады у нас будут все лето продолжаться, только будут они уже не в течении, не в школах проходить, а в пришкольных лагерях и в заверных лагерях. Совершенно верно, да, спорт остается с нами на лето. Ну что ж, большое спасибо за участие в нашей программе, всего вам самого доброго и, главное, здоровья, точно так же, как и всем участникам спартакиады. Спасибо. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам, всего самого доброго и до встречи на канале Заречный. Одежда ведущему предоставлена салоном мужской одежды Бостон. Редактор субтитров А.Семкин